Ну и чё? Я твой Бог, милосердный. Супервайзер наряду с режиссером, оператором или художником-постановщиком является человеком, который отвечает за определенный класс работ при создании почти любого фильма. На большинстве проектов супервайзер подключается еще на этапе окончательной работы над сценарием и вместе с режиссером и оператором разрабатывает, как будут выглядеть визуальные эффекты в фильме и как будут решаться определенные сцены, которые невозможно снять обычным способом. Дальше на площадке супервайзер уже контролирует процесс, дает рекомендации режиссера, оператора, художнику и всем остальным департаментам, чтобы все было снято правильно и потом можно было с этим материалом работать. Ну и в процессе постпродакшена, когда уже сделан монтаж и идет работа над компьютерной графикой, супервайзер занимается руководством всего этого производства и отвечает перед режиссером и продюсером за качество и в соответствии художественным замыслам всей проделанной работы. Андрей традиционно очень любит работать с пленкой, так же, как и Михаил Кричман, его постоянный оператор. В данном случае практически не снимаются сейчас фильмы на пленку в России. Даже большинство лабораторий, которые занимались обработкой пленки, закрылись и больше не функционируют, потому что весь процесс стал цифровым. В этом случае было сложнее работать, потому что пленка, там всегда есть зерно. И разрешение пленки, как правило, меньше, чем разрешение у современных камер. И поэтому очень важно было сохранить все детали и сделать так, чтобы изображение добавленное или обработанное ничем не отличалось от снятого. Ну, у Андрея традиционно в фильме очень мало аффектов, он все предпочитает смотреть вживую. Ну и потом у него фильмы фантастические и там, в общем-то, не нужна графика. В Левифане мы также делали фаны. И там, например, церковь, в которой сидят мальчики, снималась совершенно в другом месте. И все, что было вокруг, было пересаженными фонами, которые снимались в теребирке за Мурманском. Также там строилась церковь. Это было полностью компьютерное со всех сторон сооружение. Только небольшой фрагмент ее вход, собственно, откуда выходит герой, был построен на самом деле. И за ним стоял хромакей и все остальное, что мы видим, это все нарисовано. Ну, я очень люблю игры Call of Duty, Medal of Honor, мои любимые. GTA 5 очень нравится. И раньше я много достаточно играл, сейчас просто времени нет. И я очень внимательно слежу за процессами, которые происходят, потому что сегодня в движке игры создается графика такого уровня. Десять лет назад мы не могли такое при помощи всех современных софтов сделать заранее трендеренное. А сейчас это просто чуть ли не на телефоне такого уровня графика может быть. И я думаю, что через лет десять игровые движки достигнут уровня практически современных всех средств визуализации. И можно будет создавать, например, какие-то интерьеры или фаны для фильмов просто уже в реальном времени. И, собственно, крупнейшая компания мира, компания Джорджа Лукаса, сейчас основной своей целью на ближайшую пятилетку поставила создание близкого к реальному времени производства. То есть вы снимаете фильм, как правило, работа над фильмом класса трансформеров занимает порядка двух лет, только над графикой. Потому что там практически каждый кадр, либо там роботы, либо фаны, либо просто ничего нет, и нужно построить все эти декорации, разрушить город и так далее. Вот вся эта работа в будущем, все компании стремятся к тому, чтобы она занимала минимальное время, чтобы можно было быстрее выпускать фильмы, чтобы меньше ресурсов тратилось на просчет и на визуализацию всех изображений. Поэтому я думаю, что лет через десять и игровая индустрия, и индустрия кино, рекламы, и всех остальных традиционных средств создания изображений, они станут очень близки. И кто знает, может быть, мы скоро увидим игры, которые будут настолько достоверны, что будет казаться, что ты оказался внутри фильма. Мне очень понравилась атмосферность GTA тем, что там очень много использовано кинематографических приемов. Тот же эффект таймлэпс, когда время ускоряется и переходит из дня в ночь. Какие-то кадры. Сейчас в играх очень стали интересные, в той же серии Call of Duty, интересные сюжетные вставки, когда, казалось бы, ты просто бежишь и стреляешь, но в это время происходит очень много заранее срежиссированных действий, которые добавляют достоверности. Даже в той же Call of Duty часто стали звучать фразы из других фильмов. Например, там есть цитаты из фильма «Падение черного ястреба» и других фильмов про войну, где герои практически становятся живыми. Для того, чтобы начать заниматься визуальными эффектами, нужно, во-первых, любить их, любить фильмы, в которых основой являются визуальные эффекты, и уметь изучать новый софт, потому что, как правило, программы достаточно сложные. Также нужно иметь хорошее художественное видение. Это не означает, что нужно иметь художественное образование. Это означает, что ты должен быть способен запомнить и воссоздать, например, как выглядит дерево на закате, что происходит с металлом, когда на него падает свет или нет, как выглядит город, когда над ним туман нависает и так далее. Потому что все, что мы делаем в компьютерной графике, основано на реальном мире. И когда мы создаем какой-то образ, мы смотрим на фотографии, иногда просто выходим на улицу, например, чтобы посмотреть снег, мы всей студии выходили на улицу, смотрели, как он падает, делали для себя какие-то заметки, и потом сели и все сделали. Любой монстр всегда является собирательным образом из каких-то реальных существ. Например, если посмотреть глубоководных медуз и каких-то существ, которые там живут, даже не обязательно ничего придумать. Например, если посмотреть «Аватар», не зная о том, что Кэмерон больше 10 лет провел в глубоководных экспедициях, можно подумать, что все это придумано и очень интересно, что было бы здорово, чтобы эти существа были. Но если вы посмотрите пару серий, например, «Нашнелл джиографик», где показываются эти глубоководные съемки, вы поймете, что многое это просто взято из реального окружающего мира. И те же монстры, они всегда основаны на чем-то. То есть либо это человек, либо какой-нибудь кит или тюлень, либо медуза, комар, все что угодно. Просто фантазия художников добавляет к этому много каких-то черт, и частенько можно в каком-то конкретном монстре увидеть много элементов из разных существ, из каких-то, может быть, других даже фильмов. И вот этот образ, он нас пугает, увлекает, и даже появляется армия поклонников, как, например, у чужого. Ну, может, скажешь хоть что-нибудь напоследок? Тебя не понимаю. Я же с тобой по-человечески. Чего ты мне охарить гонишь? Зачем? Уголовный розыск. И почему по повестке к следователю не явился? Папа! Продолжение следует...